Ну, на мой взгляд, это один из самых, наверное, самый впечатляющий Android-планшет сейчас на Android, несмотря на то, что у него старая версия Android. Почему 7 дюймов? Что бы помещался в карман фиджака? Все просто. Экран нового планшета выполнен по технологии Super LCD, разрешение его 124 на 600 точек. Процессор не двухъядерный, но с частотой 1,5 ГГц. Full HD видео воспроизводят без проблем. Оперативки гигабайт, встроенной памяти 32, есть слот расширения. GPS, Wi-Fi M, Bluetooth 3.0, поддержка 3 и 3,5 Г, полный беспроводной фарш. Это самая быстрая таблетка на текущий момент в мире. Я думаю, что в ближайшее время подобного рода устройства заменят людям переносные нетбуки и потенциально, возможно, некоторым залиминитые компьютеры. Камеры две, сзади 5 Мп, впереди 1,3 Мп. Переднюю можно и нужно использовать для видеозвонков. Новый планшет вставляется с предустановленным Skype Mobile. Кстати, звонить с помощью планшета в сотовой сети, как, например, это можно делать с первым Galaxy Tab, нельзя, увы. Удивительно на версии Android в планшете HTC Flyer 2.2 фроя, а вовсе не 3.0. В HTC считают, что тройка еще сыровата, а интерфейс Sense специальной планшетной редакции позволяет с комфортом работать на этой планшете и с двойкой. Впрочем, обновление до хамикомп HTC выпустить планирует, правда, сроки пока не называет. Емкость аккумулятора всего 4000 мА. Не маловато ли? Обещают до 4 часов воспроизведения видео и почти 1300 часов в режиме ожидания. Но сколько гаджет будет жить в реальной жизни, покажет практика. К планшету Flyer прилагается специальное электронное пиро. В любой момент можно что-то нарисовать на экране, например, сделать справку в документе или подчеркнуть что-то на верх страницы. Снимок надо сохранить и тут же отправить по почте или выложить в Facebook. Полезная, годная фишка. На новом планшете HTC будут доступны два эксклюзивных сервиса. Первый HTC Watch, сервис видео по запросу. Фильмы из каталога можно купить, а можно взять на прокат. Второй, игровой и облачный, называется OnLive. Суть в том, что игра запускается на удаленном сервере. С планшета в ту сторону отправляются команды, а обратно получают видеопоток. В общем, теперь на Android гаджете можно поиграть в вещи поинтереснее Angry Birds. Начало продаж Flyer запланировано на конец апреля, так что ждать чудо-таблетку осталось совсем недолго. Есть, правда, одно но. Примерная цена данного планшета при момент запуска будет в районе 30 тысяч рублей. Как полтора iPad. Печалька. Примерная цена данного планшета.